Всем привет! Меня зовут Юрий и вы на канале Look Tools. Сегодня я бы хотел представить вам вот такую вот насадочку на триммер вместо стандартной катушки, которая используется при покупке данного инструмента. Вот. Данная катушка не требует заправки леской вообще, потому что на ней находятся вот такие вот металлические цепи. Практически как на бензопиле, но они идут без зубов. Здесь только хвостовики, если так присмотреться, хвостовики от цепи. С одной стороны цепь двойная, то есть сюда смотрит и сюда. Две, не четыре, а две. И еще, что нам интересно, она у нас крепится непосредственно на болт крепления катушки, то есть не вашей гаечкой, а накручивается, соответственно, прямо на этот самый, на шпидель. Я вам покажу на стандартном инструменте. Откручиваем, снимаем, снимаем фланец и накручиваем непосредственно насадку прямо по левой резьбе также, как у вас, накручиваем. Берем ключик, блокируем вал, чтобы он не прокручивался. Дальше затягиваем. Вот так у вас будет это все дело выглядеть. Снизу катушка защищена металлическим кольцом, которое предотвращает быстрое изнашивание пластика. И сам корпус тоже алюминиевый, на четырех болтах скреплен. Вот сейчас я ее разберу. Покажу вам, что внутри, как эти цепи крепятся. Мы поговорим о безопасности в случае разрыва. И, в общем, покажу всю ее конструкцию, с чего она составит. Итак, ребят, разбираем данную насадку. В комплект входит сама насадка и ключик для сборки и ее разборки. Берем ключ. Ключ H4 называется, то есть 4 миллиметра. Разбираем верхнюю часть. Так, вставляем. В принципе, при желании можно для того, чтобы понизить уровень кошения, то есть высоту кошения, можно снять этот колбак и косить непосредственно так. Тут немножко набьется земли, но это ничего страшного. Резьба не повредится, так как у вас будет накручен он на триммер. С этой стороны у нас 4 болта. Снимаем их. Тем же самым ключом H4. Здесь у нас уже болтики, как мы видим, имеют шайбы и гроверные шайбы. После того, как открутили, она у нас легко разберется. Все у нас, по-моему, не разобралось. Смотрим внутрь. Что у нас внутри? Вот эта нижняя часть, она у нас с выемкой под фланец и с резьбой под болт. Это верхняя часть катушки, к которой прикручивался колбак. На ней же у нас имеются два вот таких стальных шпринта. С одной стороны и два с другой стороны. На которой непосредственно стоят цепи. Вот здесь. Их нельзя сюда поставить или сюда куда-то. Они ставятся только вот так. Вот. Сами они снимаются. Они каленые, стальные. Вот. Несмотря на то, что вот эта вся часть алюминиевая. У меня все алюминиевые, наверное, это. Подумали о безопасности следующим образом. Если бы она была бы разрезана, цепь, и стояла бы вот так, к примеру, одна сторона, и вот так стояла бы вторая сторона. Во время кошения вы бы могли на что-то, не дай бог, напороться. Я имею в виду какой-то штырь, забор или что-то. И в случае, если вырвет один из этих шпринтов, вся цепь, соответственно, полетит тоже. Вот. Когда у вас цепь двойная, к примеру, вот так сделана, в случае разрыва одного шпринта, вот, у вас просто получится вот так вот. Раз, и все. У вас, как бы, будет время остановить ваш триммер, и, соответственно, либо починить каким-то образом катушку, если будет возможность, либо же заменить на новую. То есть, уже вас цепью не ударит. Поэтому именно для этой цели она двойная. Вот. Вот так сделана. В случае разрыва, соответственно, вас не повредит. К тому же, даже если бы она разорвалась где-то здесь, там, здесь, неважно, или здесь, в любом сервисном центре бензоинструмента могут вам ее починить, а именно склепать и поставить вот такое вот звено. Склепали цепочку, поставили назад, и все, ваша катушечка опять в рабочем состоянии. Здесь также у нас с этой стороны два выступа, на обратной катушке с этой стороны. И вы когда вставляете, оно у вас как раз замкнется и ставится так, именно как вам и нужно. Вот. Вот такие вот дела. Устанавливать на триммер без защитного кожуха я бы, конечно, не советовал. Кожух используется обязательно, потому что это все-таки, как ни крути, ваша какая-то никакая защита. Даже тот же, несмотря на то, что он пластиковый, он спокойно удержит эту цепь, и уже по ногам вам ничего не долбанет. Вот. Собирается она в обратном порядке, соответственно. Установили шплинты. Ставим наверх вот эту вот часть выступами, против этих выступов как раз. Вот. Шплинтики у нас попадают в свои места. Катушка защелкивается. Берем болты, скручиваем и затягиваем. Конечно, такая катушка уже будет вам спокойно справляться с любым бурьяном, порослью. Ну, конечно, если это не с руку поросля, там, ну, с пальчиком, она ее срубит, ничего страшного не произойдет. Вот. И не повредит она ваш триммер, не волнуйтесь. Кто-то скажет, она, там, тяжелая, она опасная. Ребята, простым диском, простым диском тоже косить опасно. Но все, независимо, все наши предупреждения, косят вообще без защиты. Я имею в виду без кожуха. Вот. Поэтому опасно все. Но если с умом подходить, видите повреждения, остановили, то ничего опасного. В этом нет. Собираем верхний колпак. На колпаке, как я уже говорил, имеется у нас защитная шайба, которая нам предотвращает его износ об землевом время выстирания. Вот. Соединяем. Затягиваем болтики. Катушка готова к работе. Если в вашем районе или там городе, где вы проживаете, такой катушки нет, вы можете спокойно заказать ее у нас на сайте looktool.ru Заходите, заказывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова